Бери, бери, бери! Что еще? Победил Диханов! Так начались первые схватки 20-го детского международного фестиваля дзюдо в Сибирском федеральном округе. На турнир приехали 999 спортсменов не только со всей Сибири и других регионов России, но и из стран ближнего зарубежья. Очень сильная команда из Красноярска. Их не так много, но они приехали очень много. Это у нас лидеры дзюдо в Сибири и Красноярский край. Ребята из Казахстана, некоторые достойные, некоторых можно и нужно побеждать. Я сейчас победил. Поделись впечатлениями. Впечатления? Я взял верхний захват и бросил. Дзюдо для меня это вообще вид спорта, которым я живу. То есть я не могу без этого вида спорта. Я хожу каждый день на дзюдо. Мне честь быть вот здесь, в Барнауле. Я приехал на соревнования, чтобы побеждать. У Егора из Красноярска в 9 лет, 18 медалей, 4 кубка и зеленый пояс. Дзюдо он занимается уже 5 лет. Готовится полуфиналка и боя на Джабах. А двум алтайским спортсменам пришлось нелегко. Братья-близнецы Бондаренко вышли на татами и оказали сопротивление друг другу. Мне нормально, я боюсь за третье место. Я проиграл за выход в третье место. Сложно против друг друга бороться? Да. В такие моменты немаловажна работа тренера не только на татами, но и за его пределами. Я считаю, главное, чтобы они научились терпеть. Если они терпят, выполняют задания тренера, все у них получится. Вот именно усталость, боль, то есть не опускать руки после неудач. Обычно все ученики, которые у меня рано начинали побеждать, они или уставали от побед, или когда наступали трудности, они опускали руки. А вот чемпионами, мастерами становятся те, которые действительно сперва у них не получалось, но они терпели, старались, догоняли, обгоняли. Фестиваль провели в память о чемпионе мира по самбо Владимире Шкалове, который внес значительный вклад в развитие дзюдо в Алтайском крае. Замечательная борьба, хороший темп. Сегодня турнир единственный минус, что он проходит в памяти нашего друга, вашего земляка, алтайца, заслуженного мастера спорта, вице-президента Федерации дзюдо России Владимира Дмитриевича Шкалова. Но, Владимир Дмитриевич, заложенные им основы детского спорта, основы детского воспитания, они сегодня продолжаются, и сегодня замечательное мероприятие мы наблюдаем. Порядка 130 финалистов уехали домой с медалями, кубками. Также выделили отдельные награды для лучших алтайских спортсменов. Призы за лучшую борьбу, лучшую технику и за волю к победе. Соловьев и Нжетай отживаются. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.